Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас, как мы анонсировали, у нас очень интересный гость. Это Мартаза Бербауди, афгано-французский журналист и репортер. Так бы я это обозначил. Вместе с ним Александр Мостовая. Я так понимаю, что гражданка Латвии. Поэтому он оказался в Латвии. Сразу, предваряя вопрос радиослушателей, как так получилось, что заглянул к нам человек из Афганистана, который учился во Франции и хорошо знает Европу тоже. И, уважаемый переводчик, мы решили все-таки, что удобнее переводить, наверное, на французский, из французского на русский. Может быть, тогда такой первый вопрос, я думаю, который интересует всех радиослушателей, интересующихся вообще ситуацией в Афганистане. Сейчас мы знаем, что после вывода американских войск, Талибан захватывает все больше и больше участки, уже фактически полностью контролирует Афганно-таджикскую границу. Вот на ваш взгляд, как бы вы эту ситуацию прокомментировали и к чему это все может привести? После выхода американских войск, Талибан занимают больше и больше территорию Афганистан. В ваш взгляд, как бы вы можете характеризовать ситуацию и какие, в ваш взгляд, также, будут результаты? Да, спасибо, что я имею в виду здесь. Так что, сначала, на выходе американских войск, на авганском, в Афганистане, был в 1е мею 2021. Но потом, президент Джо Байден, решил продолжить это на 31 сентября следующего года. Немного, ситуация сажает в Афганистане. И теперь, сегодня, Талибан занимает примерно 80% от страны. Вывод американских войск, как мы знаем, был намечен на начало мая этого года. Но потом, президент решил немного продолжить эту ситуацию до сентября. И сейчас войска Талибана оккупируют все большую и большую территорию страны. И, под их оккупацией, сейчас находится около 80% от всей территории. И, к сожалению, Афганская армия не является настолько хорошо подготовленной, чтобы должным образом противостоять армии Талибана. Это понимают и сами афганцы. Но, с другой стороны, в данной ситуации, бывшие военные и настоящие военные, они проводят мобилизацию, обучение населения в целом. Да, у нас есть мобилизации в Афганске, где-то в городе, в частности, где мы были, у нас, в Афганске, в городе, в Афганске. Таким образом, мы увидели, что, более миллионов мобилизаций в Афгане в Афганске, в том числе, для защиты Мазар-И-Шарив. Сегодня, мы, наиболее, в городе, в Кабул, даже, в городе, и теперь, наиболее, мы потеряли, Народная милиция мобилизуется повсюду в стране, и вот, например, город, который находится на севере Афганистана, Мазари-Шариф, там была очень сильно мобилизована милиция. Этот город удалось отстоять, но, к сожалению, несмотря на то, что это все происходит, но армия Талибана сейчас находится у ворот Кабула фактически, и не только военные, но и гражданские несут большие потери. — Значит ли это, что есть велика опасность, что все-таки Талибан полностью возьмет Афганистан под свой контроль, и какие могут быть у этого последствия, не знаю, там, тысячи или миллионы беженцев? Насколько я понимаю, Пакистан уже 2 миллиона беженцев принял и сказал, что больше не может. — Вы себе представлены о возможности, чтобы северназить Афганистане на территории Афганистана и на территории Афганистиан? Екатерин Талибан, 10 тысячи и 4 миллионов беженцев? И что есть какие другие проблемы, как у нас, если олиг Aquiстан а я уже ранее, что у нас уже flights адресен, и они не могут больше. Сегодня, на новой новой генериации afгана много людей. Сегодня, мы находим женщины в России. Мы училище, женщины, которые не обманутije в талибане. Я говорю с белым людей, которые живут в爱 Кабуле и в Афгане. И они croят что в талибане не могут больше отрестия на capital афгане. В талибане не могут больше останавливаться в büyük виле. Так же, в талибане в Кабуле. В наше время уже выросло несколько новых поколений молодежи, в том числе женщины занимаются бизнесом и служат в армии, и эта молодежь, она уверена, что в данной ситуации у Талибана не получится захватить ни столицу, ни другие крупные города. Конечно, они уничтожают также большие города в Афганистане. Они пытаются атаковать большие города и даже на capital, которые в Кабул. Но сегодня, похоже, женщины, которые в Афганистане не могут упомянуть, в Афганистане, которые в Афганистане не могут больше, в ближайшем, они занимаются у меня. В наше время, как я уже сказала, молодежь, особенно женщины, они уже не могут забыть того прогресса, который наступил сейчас в стране. Многие из них не носят больше бурку, они служат в армии, они студентки университета, и они не допустят, не позволят чтобы все вернулось назад и чтобы Талибан опять захватил крупные города. Малое, сегодня, в Градунике, есть странный пейсан, в Афганском, это странный пейсан. В Афганском, в Афганском, они также пытаются идти в дону, как у нас говорилось, как говорится, в Афганском, у них заявил, что Пакистан говорит, что он не может остановиться, что они не могут убедиться, чтобы не побежать. afghan chez nous. Aujourd'hui, Soko, ils peuvent faire de façon l'Occident aussi, l'Europe. Dans telle situation, en Afghanistan, avec la guerre, ils peuvent accepter des réfugiés qui sont bloqués aujourd'hui en Turquie. Ils sont bloqués en Grèce, par exemple. В нашем время, в нашем время, не только в Пакистане, но и в других В других странах есть беженцы, как в Греции, например. Они заблокированы, они не могут никуда оттуда выйти. И Афганистан в целом является очень стратегической страной Азии, а фактически не Ближнего Востока, а Азии. И Пакистан играет такую двоякую роль, потому что, с одной стороны, они принимают беженцев, а с другой стороны, как заявил президент Афганистана, они в известной мере защищают и покрывают талибан. И президент потребовал от властей, чтобы они прекратили это делать. — Да, вот если мы говорим о Европейском Союзе, но то, что нас, естественно, это интересует. Многие в Европе надеялись, что пандемия как-то ограничит этот поток беженцев. Может, понятно, что границы стали более усиленно контролироваться. Но мы видим, что, видимо, этого не произошло, и можно ожидать новый кризис вообще в беженцах. Я почему спрашиваю, поскольку наш сегодняшний гость был и в этом лагере беженцев в Греции, он хорошо знает эту ситуацию. — И как сегодня, мы знаем, что, когда на пандемии, наши фронты были более стрики и закрыты, но с ситуацией сейчас в Афганистане, вы думаете, что мы сможем увидеть еще еще другую кризису? Как вы знаете, не только в Афганистане, но и в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане. — С одной стороны, армия талибана в настоящее время захватила две границы. Таким образом, они, с одной стороны, сдерживают волну беженцев, но с другой стороны, они препятствуют тому, чтобы люди, которые хотели бы покинуть Афганистан под властью талибов, чтобы они смогли уехать или уйти. — Вот, например, в Кандагаре, на юге Афганистане, около 48 тысяч людей, которые переместились внутри Афганистана, и они не могут никуда оттуда двинуться, потому что граница перекрыта. — Они хотели бы и могли бы перейти границу в Иран. — И как мы знаем из сообщений, средства массовой информации, в среднем, ежедневно, около тысячи человек афганцев переходят границу с Ираном. — И, кстати, сегодня, несмотря на то, что сегодня, несмотря на то, что эти границы, которые хотят приехать в Европу, чтобы защищать их детей, их семьи. — И, кстати, они были оттекены на фронтаре иранской границы, по-другому, и по-другому, и по-другому. — И, в результате, те люди, которые пытаются перейти границу с Ираном и Турцией, они очень часто, к сожалению, подвергаются нападениям со стороны иранских и турецких войск. И даже были такие случаи, когда беременные женщины были серьезно ранены. — Вот, Александр, нет ли у вас такого ощущения, ну вот вы тоже следите за развитием ситуации, какой-то определенной безысходности, поскольку мы из истории знаем, что это уже происходит на протяжении, не знаю, последних 50 лет, наверное, вот этот бесконечный хаос в Афганистане. Мы еще помним, не успели советские войска в 89-м году оттуда выйти, и быстренько опять произошел переворот, и все, кто был тогда вместе с Советским Союзом, их там судьба была очень печальна. Сейчас что-то повторяется, подобное. — Да, вот именно это очень жалко видеть, потому что люди, которые там живут, это самые добрые, самые умные, храбрые люди, женщины, которые, даже если их семья говорит, ты не можешь учиться, ты не можешь работать, они все равно это будут делать, они будут врать им, чтобы пойти работать и учиться. — То есть настолько для них это важно, да, вырваться из этого плена, да? — Да, да. И потому что проблема не то, что афганцы делают, а что все эти страны, которые приехали туда, Америка, Россия, все другие страны, которые у них свои интересы в этой стране, и это большой конфликт. — Да. Многие афганцы чувствуют то, что они туда приехали помогать, а у них другие, может, больше интересы к деньгам. Многие китайцы приезжают, покупают все горы, минералы, да, уже давно. — Понимая, что вот эта ценность какая-то, да? — Да. — И это, действительно, это очень невероятно, что не только ситуация в Афганистане, но и другие страны, а с другой стороны, они влияют ситуацию на пирс. — Да. Что касается, так, чтобы, может быть, эта тема продолжений, на ваш взгляд, вот все-таки, есть ли какие-то пути разрешения конфликта, не знаю, мирным путем? Я почему спрашиваю, поскольку регулярно вот этот межафганский, так называемый, диалог происходит, и даже представители Талибана уверяют, что они тоже за мирное разрешение. — А есть ли вы какие-то возможности решить этот конфликт в порядке, потому что, даже, мы слышим от того, что, тем временем, которые представители Талибан, которые также заявляют, что они будут решить, решить, поговорить, 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 договорить, 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 etc. А ваша ответственность, это возможно? — Ну, в самом деле, в том числе, в отношениях с Афганами, это дурит годы, в Афганами. Но, в таком случае, в Афганах, не передали, в отношениях с Афганами, чтобы они не могли договорить с Афганами. То есть, каждый раз, у них был уникальный представитель американский, который не договорил с Афганами, не с Афганами. Сегодня, у нас были договоры, в два днях, в ДОА. В Афганах, даже в Афганах, с представителем Талибан, в том числе, у нас не было результатов. В данном случае, война продолжает. Конечно, не решение войны в Афганистане. Мы нужны эти договоры, чтобы остановить войну. Мы потеряли много людей в Афганахстане. Например, в 2009, в 10 лет, мы потеряли более 100 тысяч цивилизов. Безусловно, договоры нужны и важны. И договоры с Талибаном продолжаются в течение многих лет, хотя продолжается и война. Но здесь есть одна явная проблема и причина, потому что американские войска, когда они находились и находятся в стране, они не дают возможности афганцам самим напрямую контактировать и вести переговоры с представителями Талибана. И вот, например, были переговоры два дня назад с представителями афганцев и Талибана, но ясно, что нет никакого еще кардинального результата. Хотя, безусловно, этот процесс должен быть продолжен, потому что война не может являться решением проблемой. Начиная с 2009 года, 100 тысяч только гражданского населения, к сожалению, пали жертвами этого конфликта. Да, вот из Европы, из уст ряда политиков, слышатся голоса, что вот это внешнее вмешательство, какими благими намерениями они бы не руководствовались, но, к сожалению, не приводят никакой стабилизации. В Ираке шла гражданская война, в Ливии мы видим, что происходит, в Афганистане. Какой здесь, на ваш взгляд, нашего гостя, как правильно нужно было действовать и Европе, и Соединенным Штатам? В Ираке шла гражданского населения. В Ираке шла гражданского населения. Да, в Ираке шла гражданского населения, как в Европе. Да, безусловно, во время переговоров с Талибаном, многие страны, такие как Китай, Катар, Россия и другие, они принимают или одну или другую сторону очень часто. И таким образом это превращается в переговоры не только Афганистана и представителей Талибана, но и фактически вот этих вот внешних сил. Что же касается помощи, то было бы очень целесообразно и необходимо, если бы эта помощь шла в плане развития образования, необходимо давать образование детям, развивать гражданское население в том плане, что необходимо учиться, необходимо работать на благо своей страны. И, с другой стороны, поскольку сейчас ситуация сложная, то разрешить беженцам жить на островах, таких как, например, греческий или турецкий. Вот, Александр, все-таки на ваш взгляд, ну вот мы говорили по поводу беженцев, ну вот в Греции, да, понятно, что и в Турции, что, наверное, ни одна страна, и Греция, и Турция в том числе, в долгосрочном плане бы, ну не хотела бы, чтобы эти беженцы здесь очень долго задерживались. Да и самим беженцам надо же как-то определяться. Или они пытаются, не знаю, интегрироваться в те страны, которые готовы их приютить, или они живут только в мысли, что временно они поживут и вернутся к себе на родину. Да, большинство их хотят временно жить в Турции или в Греции, потому что там экономическая ситуация не разрешает им оставаться, их не учат языку, не дают, и ждут им. Да, это два года они могут ждать, просто узнать, можно им в другие страны уехать, или их посылают обратно. В лагерях, которые сделаны для, как Марта заговорил, для две тысячи человек, а там двадцать тысяч. Это ужасные кондиции, там они живут. Большинство хотят во Францию, хотят в Данию, Швецию. Но, например, Дания, страна, которая может их взять, у них есть для этого места, деньги тоже развивать этих людей, но они не берут. Ноль процентов. Дания совсем не берет, хотя она могла бы. И все находится просто на Греции и Турции. Это тоже неправильно. А Дания, ну ведь, может быть, Дания говорит о том, что у нее уже достаточно беженцев в свое время из других стран? Она может так говорить, но все равно есть больше мест в Дании, это лучше для них место, чем Греция, которая уже совсем, конечно, тоже устала. Задыхается от этих беженцев. Задыхается, потому что это все на Греции. Это тоже нечестно. Да, вот может быть такой еще вопрос нашему гостю. Все-таки вот то, что и Александр сказала, есть такое ощущение, что дальше вот этот кризис с беженцами, он будет все усиливаться и усиливаться. Не видно никакого позитивного результата. Ну вот, мы слышим сейчас, что ситуация с беженцами, это становится более сложнее, что кризис не закончится, и мы не увидим, что кризис не закончится, где она может закончиться. Что вы думаете? Ну, сначала, надо изучить историю. Так что иммиграция всегда существует, в Европе, partout, в мире. Прежде всего, надо обратиться к истории. И миграция и иммиграция существовала всегда. И Европа это тоже прекрасно знает. И, опять же, сегодня, в Европе должен, в принципе, взять свои responsabilства. И Европа в целом должна участвовать в этом процессе, а не сваливать все на Грецию. Вот мы видим на примере даже Латвии, которая теряет, явно теряет население. И поэтому для того, чтобы развивать страну и промышленность и так далее, здесь нужны люди. И Латвия в том числе могла бы принимать беженцев, которые не все из них далеко не грамотные люди. Они предприниматели, они работники, они инженеры, они преподаватели. Они могли бы здесь в безопасности и устроиться, и участвовать в развитии страны. Я, например, приехал во Францию 6 лет назад как политический беженец. Я французский уже один год, и я создавал работу в Франции. Я создавал институты, например. Я создавал свою работу, и я также буду иметь работников. Я требую рекрутирующих французских, например, французских. Я получил французское гражданство год назад, и уже сейчас я создавал свое собственное предприятие. И мне нужно будет нанимать людей, давать им работу, и таких как он, как наш гость, таких наверняка много. И в частности, института нашего гостя касается средств массовой информации. И поскольку он специалист в этом вопросе, он считает, что это также роль и ответственность средств массовой информации с гуманной точки зрения смотреть и показывать миру проблему беженцев, а не криминализировать этих людей. Да, наш гость, с одной стороны, безусловно, прав, но мы же понимаем, будем объективны, при всем уважении к беженцам, которые действительно страдают, им нужно помочь, понятно. Мы же понимаем, что, к сожалению, беженцы – это тоже такое понятие, очень емкое, и мы видим, что есть беженцы из разных стран. И очень многие, я сейчас не хочу говорить большинство или меньшинство, но очень многие не настроены на то, чтобы интегрироваться в общество, где они живут, и вообще жить под тем, ну, традициям, которые есть, например, в Европе. Ну, мы понимаем, конечно, что, конечно, что, конечно, мы… Это люди, которые, конечно, в разных странах и разных странах, и, конечно, в принципе, мы понимаем, что мы понимаем, что не все, кто-то, это, кто-то, здесь, они будут для того, чтобы инстегрироваться и адаптировать культуре, которые принимают. И есть некоторые, которые хотят оставить в своей цепи и учить их culture и традиции. Да, как мы говорим, в Европе, это страны, в принципе, свободы. Каждый, в принципе, в правилах, 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 в правилах. Это практика, по-exем, поэтому, с réfugiей, в факт, они прошли от момента терроризма. В войне, в травматизме, по-exем. Так, это трудно для них, в первых, когда они приехали в Европе, они должны знать язык и культуру, знать на общество, найти работу после. Так, конечно, это не легко, но это возможно, но это возможно. Так, что они нужны сегодня, это возможность, чтобы они пришли к этим людям, чтобы они остались и начали новую жизнь в Европе. И, конечно, у нас, везде, люди, которые хороши и не хороши. Так, это происходит везде, даже в Франце, в Французской, в Леттонии, всеми, они не хороши люди. Поэтому сегодня они нужны возможность, чтобы начать новую жизнь в Европе. Они по доброй воле, они переживают обычно ужасные моменты. Это и война, и голод, и ранения, и так далее. И то, в чем они нуждаются в новой стране, они нуждаются в том, чтобы им дали шанс. Потому что они находятся в довольно сложной ситуации, в которой им нужно выучить новый язык, им нужно приспособиться к новой жизни, даже к новому климату. И мы знаем также, что в любой стране мира есть хорошие и плохие люди. В Латвии местные жители, не все из них прекрасные. Есть люди, которые соблюдают законы, есть люди, которые не соблюдают законы. И поэтому это в равной степени относится и к беженцам. Это люди, которым надо дать шанс начать свою жизнь на новом месте заново. И также, например, я люблю бальзам. В Латвии, например, я люблю бальзам. В Латвии, например, я люблю бальзам. Все люди разные. Например, наш гость, он очень любит и французские вина, и такие напитки, и более крепкие напитки. Но когда он приехал в Латвию, попробовал бальзам, например, и латвийское пиво, ему очень понравилось. Но не все люди такие, как он. И кто-то это ценит, кому-то это и не нравится. Ему лично очень понравилась и Латвия, и Рига. Это прекрасный город, очень зеленый город. Но все люди разные, и нужно это тоже принимать во внимание. Если мы говорим все-таки о таких вот старом свете, например, Франция, которая ему близка. Ведь там тоже в свое время, ну это может быть связано было с тем, что приезжали из Алжира, ну то есть франкоязычные страны. Наверное, им было легче интегрироваться. Какой сейчас настрой во французском обществе по отношению к беженцам? Да, может быть, они сейчас стали более негативно настроены. Как вы знаете очень хорошо Франция и в общем, как вы понимаете сейчас ситуацию о французском обществе, как вы видите сейчас ситуацию о французском обществе, как их отношение к беженцам? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Но в Франции, пока невероятный, мы обслуживаем много обладают и обладают статистику. Мы создавали эти политики, которые были в медиасе. Но сегодня, о целях нужно говорить, чтобы передать им Пароль на эти люди, которые могут быть представлены Французами. Французами, есть строители, которые могут огромные граждане, даже если политики, в Гоевне говорят, « Окей, мы не принимаем федерации, мы не теряем в ассоциации, поэтому французские могут поздно познакомиться. Я был познакомлен в две французские французы. Это массовая информация французов, имеется в виду коренных белых французов для коренных французов. Но у журналистов, на взгляд нашего гостя, есть одна очень важная ответственность. Это ответственность давать право голоса другим людям, которые ее по тем или иным причинам лишены. Они должны писать не только то, что требует официальная политика, но и давать выразиться местным гражданам. И он прекрасно знает, что во Франции есть, например, коренные французские семьи, которые были бы готовы принять беженцев у себя, несмотря на то, что их как бы расхолаживает и не побуждает к этому официальная политика. Он сам находился в двух таких семьях, и они приняли его с большой теплотой и любовью. — Да, вот, Александр, нет такого ощущения, что вообще вот эта вся история, что это такая вот mission impossible, ну то есть вообще невыполнимая такая миссия, поскольку, ну, во-первых, есть определенные противоречия между беженцами, между слоями общества, и вполне возможно, что в Афганистане есть часть людей, особенно, я так понимаю, в сельской местности, которые веками так жили, они ничего не хотят менять. Ну, не знаю, вот есть же система кастовая в Индии. Ну, как ты ее вообще сломаешь, поменяешь, искаешь индусам, что теперь они должны вообще жить по-другому? — Ну, а в Афганистане я встречала много людей, которые были больше европейские, чем я. — Даже так? — Даже так, потому что девушка Сина, она работает на права женщин, она курит, она пьет, она нерелигиозна, и, кстати, она не хочет из Афганистана уезжать, потому что у нее хорошая позиция в Афганистане, но она бы с удовольствием тоже и могла бы легко жить во Франции, в Англии. — Но ей вот это вот нашествие талибана, естественно, ее пугает. — Конечно, потому что они в первую очередь на нее пойдут. — Человек, которые работают на организации, там, на американцев, на французов, их просто убьют, они уже убивают талибан, этих людей. И мне очень жалко... — Они загонят ее все-дневековье, фактически, да? — Да, вот именно, и таким людям нужно из Афганистана уезжать. Они не могут в Афганистане жить, и там нет свободы. — J'ai un souvenir, en fait, д'ajouter, parce qu'on était avec Alexandra dans un café au centre de Кабуле, donc Alexandra portait le voile, donc le voile, mais on est rentré dans le café, alors les filles afghanes, ils portaient pas de voile. Donc alors on dit, on est en Afghanistan, non pas? — И к этому наш гость хочет добавить одну такую зарисовку. Они с Александрой зашли в Кабуле в кафе, и Александра, в уважении к традициям, у нее на голове был платок. И когда они зашли, они увидели, что местные девушки, никто из них не носит платок. — Такая была интересная ситуация, да? То есть это говорит о том, какой прогресс, в принципе, возможен, да? — Да. — Могли ли вообще, я понимаю, что такой вопрос, в орбит риторически, в завершении, могли ли американцы еще дольше оставаться в Афганистане, это бы что-то коренным образом изменилось? Изменило бы? — А ваше мнение, если американцы остались еще более долго в Афганистане, это бы что-то изменилось еще больше, или нет? — Так что, в Афганистане, мы говорим сегодня, то, что они выходят как-то, так как-то, без того, чтобы получить свои обязательства. Так что, это почему-то, когда талибан, они пытаются запрещать большие города, они уже обучают, они обучают, в принципе, в частях, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане. Так что, американцы должны принимать свои обязательства с этим отрывом, сначала. — Американская армия, прежде всего, должна была бы и должна ответственно подходить к выводу войск. Например, в таком городе как Баграм, оставляя его, они уничтожили, взорвали все свое оборудование. И таким образом, жители Афганистана, они не видят ответственного отношения к той роли, которую, как американцы, они сами считали, они играют в стране. И именно поэтому, талибан и пытается сразу же занять освободившиеся, так сказать, территории, и в том числе большие города. — Например, в Афганистане, в Афганистане, Замир Каблув, он говорит, что это за границами, что война в Афганистане. Но, в Афганистане, в Афганистане, есть несколько рук. Так что, не только американцы, есть Китай, есть Пакистан, есть Иран, которые помогают с талибанами, есть Россия, и, в другом, которые... Так что, американцы, они хотят оставить, потому что, в самом деле, есть Иран рядом. Потому что Афганистан, это страна для них. в стране очень много и присутствия разных других государств. И мы уже об этом говорили. Это и Китай, и Иран, и Россия, и так далее. И, безусловно, американская армия, она хотела бы остаться в Афганистане дольше, потому что страна представляет очень выгодную и важную такую стратегическую позицию. Но вот этот вывод войск, он должен быть координирован, согласован и ответственным должен быть, безусловно. Матазаб Ибауди, Александр Мостовая, Ольга, большое спасибо всем. Вот так у нас время быстро подошло к концу. Большое спасибо. 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 Спасибо.